Девушки отдыхают И врачом Еленой Перминовой Пупок – это самая забавная часть нашего тела, которая появляется у нас сразу после рождения А вот на вопрос, зачем она нужна, ответит врач Елена Перминова Слушайте внимательно, это и Омникус тоже На самом деле пупок больше всего нам нужен тогда, когда ребенок, малыш, целых 9 месяцев в своей жизни находится в животе у мамы В это время он связан с мамой при помощи тоненькой трубочки, пуповины Она служит для того, чтобы ребенок получал все необходимые питательные вещества и кислород А когда ребенок рождается, он начинает дышать самостоятельно, самостоятельно кушать И необходимость в этой трубочке отпадает Поэтому врачи ее отрезают, и в этом месте формируется пупок То есть получается, что во взрослом возрасте он вообще не нужен Пупок может являться ориентиром А вот на Востоке пупок считают чуть ли не самым главным органом в организме человека Таким каналом связи человека с космосом, источником энергии Если с этим местом что-то происходит, то китайцы считают, что человек может даже заболеть И когда китайцы ложатся спать, даже в самую сильную жару, они в обязательном порядке стараются укрыть зону пупка Потому что считают это место очень чувствительным и уязвимым И очень это место берегут А когда болезнь все же возникает, они используют повязки с разными фитопрепаратами, с мазями и с настойками Так что берегите свой пупок О, как интересно! Спасибо! Умникус! А давай расскажем ребятам еще пару интересных фактов Например, что даже у Земли есть пупок Ну, если это можно так назвать В самом сердце государственного заповедника, в штате Юта, находится гигантская выбоина В простонародье именуемая космический пупок Уникальный рельеф имеет широту почти 200 футов И геологи считают, что ему примерно 216 тысяч лет Да, очень много! А вот еще интересный факт Едва ли можно найти людей с двумя одинаковыми пупками Они словно отпечатки пальцев Каждый имеет свои уникальные особенности Форму может быть выпуклым или же наоборот втянутым Ну что, ребята, мы на ваш вопрос ответили Теперь вы на наш ответьте, пожалуйста Правда ли, что пупки у всех разные? Да, не, они почти похожи Молодцы, правильный ответ На сегодня все Давайте скажем умнюю косу и Елене Васильевне спасибо Интересуйтесь новым, задавайте вопросы И вместе выйдем искать ответы До новых встреч в эфире Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok